Айдер, кто сегодня крымским татарам ломает жизнь и мешает жить? Россия, русский рейх, который пришел на нашу землю и снова объявил своей немедленностью никакой основы. Они добиваются того, чтобы крымские татары в максимальном количестве уехали, а те, которые остались, чтобы сидели как в гетто, не высовывались, иногда по щелчку хозяев арийской национальности выносили чебуреки, а потом с глаз долой убегали, чтобы молчали. Но такого не будет никогда, потому что крымские татары на своей земле свободно уже прожили в Украине достаточное количество лет. И нас уже обратно не загонишь. Мы не для того боролись все годы советской власти, чтобы сдаться вот этой вот стране абсолютно хамской и человекенавистнической. Ну это лозунги, как бы я говорю, но просто так люди чувствуют. Я же общаюсь постоянно с людьми, которые из Крыма приезжают и, так сказать, по телефону, там общаюсь, по скайпу, по телефону опасно для них. Отношения к России однозначные. Страна, которая ничего хорошего не несет, несет только смерть, страх. И, в первую очередь, крымским татарам, но там уже и те люди, которые либо не понимали, либо было все равно, либо они, типа, русский мир поддерживали, они все это поняли уже давно. Там злость уже среди так называемых, я редко это слово использую, в кавычках, ватников, которые, типа, радовались. Сейчас они поняли, что у них тоже нет никаких прав. Их так не преследуют, как крымских татар, и так не запугивают, не вытесняют, но им дали понять, что никто тоже там. Они же их женили на России, как, не знаю, невесту в мешке им, в принципе. Сейчас осознание пришло, сейчас люди говорят, что лучше бы мы остались в Украине, но теперь уже никто никого не спрашивает, поскольку Крым это зона, военный лагерь, под подпорным контролем спецслужб, все прослушивается. Все за всеми следят. Стукачество страшное. Нынешний Крым это прообраз того, что Россия, вот она на оккупированной территории строит эту систему. Вот такой же будет, я-то говорил, что в 2014 году будет и в Москве. Поэтому сейчас мне очень понравилось, как журналист радио «Свобода» из Москвы Антон Новомлюк в день обыска у режиссера театрального, сказал, говорит, нам в Крыму как минимум странно наблюдать такую реакцию на этот обыск московской либеральной публики, потому что там это каждый день и давно. Но так как у нас либеральная публика, у нее атрофия эмпатии полная, не только в целом у российского народа, у конкретного людей, которые, по идее, должны были быть и вот с совестью, там, не знаю, европейской или кем-то еще, им все равно. Они кричев, поднимают крик только, когда где-то рядом что-то происходит с ними или уже с ними самими. Я три года назад это все объяснял. Можно поднять мои тексты на сайте «Эхо Москвы», где теперь у меня уже не судьба будет опубликоваться. Там все написано, это все приходит сейчас. Они просто, оккупанты на крымских татарах тренировались, тренировались, похитили несколько десятков человек, несколько десятков человек, в тюрьму посадили, всех там заштрафовали, кого только можно, там, заугрожали. Угрожают личные расправы, угрожают родственникам, угрожают, открыто говорят, мы знаем, где работает твоя жена, где учат твоя дочь, думай, или убирайся, или ты будешь, или молчи, или убирайся. Все это, как в том историческом анекдоте, или как это правильно назвать, когда я не реагировал на проблемы других, вот, и за тобой обязательно придут, потому что, если тебе все равно, и ты допускаешь в отношении других людей какие-то бесчинства, тем более репрессии на национальной почве, что вообще должно вызывать рвотный рефлекс, и было бы величество человека, но не вызвало, ничего страшного, теперь русские люди тоже узнают, что такое, когда тебя преследуют, а другим все равно. Ну, понятно, что враг – это Россия, а кто ваш союзник? Наш союзник – Украина и Запад. Ну, Украина – это не союзник, это наша страна, наше правительство, наш народ. Частью которого являются крымские татары. Вот, а союзник наш – Запад, конечно. В последнее время очень много позитивных решений принято на международном уровне по репрессиям против крымско-татарского народа, по аннексии. Аннексия названа, наконец, тем, чем она является, оккупацией в ООН. Документ в ООН – это уже оккупированная территория. Суд Гаакский принял предварительное решение, которое Россия, конечно, не выполнит, обязывающие Россию восстановить деятельность крымско-татарских структур. Это признано репрессиями против народа. Россия это не выполняет. Еще раз показываю свое истинное лицо. Они пытаются обмануть международное сообщество, придумывая всякие фейки. Но, мне кажется, России уже никто не верит в этом мире. Даже те, кто раньше верил, уже стало просто неприличным верить в Россию. Это значит быть идиотом или выглядеть как купленной. Потому что верить, что современная Россия невозможна. Она завралась до такой степени, что авторитет ноль. Но все равно будет дальше демонстрировать свой репрессивный, античеловеческий характер. Будет все больше делать это и на собственных гражданах. А украинцы познали уже радость братства. Десятками тысяч гробов, миллионами переселенцев. Которых в России тоже не замечают. Нелиберальная так называемая общественность. Вот это статусные либералы, которые тусуются и смеют обсуждать Украину. Вместо того, чтобы валяться в ногах у любого украинца и просить прощения за те беды, которые их страна пронесла. Они считают возможным учить, рассказывать, какие украинцы должны быть, как что они должны делать. Но это нормальное имперское хамство. Ничего, все это аукнется. Просто так все не пройдет. Нельзя столько горя нести другим людям, чтобы это было безнаказанно. Это может какое-то время длиться, но это закончится. И чем быстрее российский народ это поймет и сам, что-то сделает со своим правительством, тем будет мягче вариант народа. Часть которого, конечно, просто одурманена. Чем дальше это будет заходить, чем режим это будет усиливаться, тем с большим треском этот режим рухнет. Для самих россиян в первую очередь. Но для крымской тогда, для украинцев нужно только одно. По большому счету, нас не интересует, что будет в России потом. Нам главное, чтобы освободили наши земли. Ну и, конечно, для этого нужно, чтобы в России произошли какие-то тектонические изменения. Но они, на мой взгляд, без воздействия внешним невозможны. Ну, так вкратце. А что касается судьбы Крыма, каким вы видите будущее Крыма? Крым будет возвращен России и Украине одномоментно, когда российская власть потеряет контроль над ситуацией в стране. Всем будет не до Крыма. Там будет отделяться Татарстан, Кавказские республики, Волжская автономия. Там все пойдет по швам, когда власть не сможет выдержать ситуацию в стране. Мы это видели уже при развале СССР. Но только, в отличие от того развала, никто уже не поверит ни в какие сказки про союз, содружество, партнерство и все прочее. Просто будут бежать уже не оглядываясь. Потому что если вы думаете, что в национальных республиках кто-то в восторге от такого режима, это просто скрыто все. Это все репрессиями, страхом прикрыто. Но, по сути, это сущности ничего не меняет. Это все разлетится, дай бог, с меньшей кровью или без крови. Крым вернется в Украину быстро. Вопрос только когда. А сам процесс, я не думаю, что будет каким-то сложным. Потому что, я уже говорю, там даже местное население, исключая коллаборантов и преступников, которые там орудует, местное население уже давно готово. Им завтра поменяют флаги на украинские, там никто на улице не выйдет. Они и тогда-то не выходили, пока танки не вошли. И когда уже солдат в гражданке выгоняли, чтобы изображать русскоязычные протесты, вот это все, их же не было. Когда вновь в день перед аннексией вышли крымские татары, и не было видно никаких русских так называемых организаций. Потому что их в реальности не существовало. По 300 человек из Севастополя выходило бабок против мучения НАТО выступать. Так они, когда увидели, что так много крымских татар за Украину, они переодетых солдат в гражданки начали провозить автобусы из Севастополя. И создавать видимость. И все равно их было меньше. И все равно их было меньше. Поэтому эта иллюзия русского Крыма, она достаточно туфтовая. Большинство людей в Крыму прекрасно все понимают. И там все держится на российском танке. Как только там не будет российского танка, вы просто утром проснетесь и увидите флаги украинские на всех домах. Вот и все. Там сейчас уже эти так называемые в кавычках ватники уже поснимали российские флаги, георгиевские ленточки с такси своих. И стыдно уже. Потому что они за дураков держали просто. И обманутые. Живут они плохо. Зарплаты низкие. Цены как в Москве. Турист не едет. Украина вот она рядом. А что Россия? Россия для них, она формально типа их родина. А на самом деле и связей с Россией это не так уж много. Экономических очень мало. А с Украиной это был единый организм. Как бы они не относились там идеологически. Что бы они там не говорили, но это так. Но Украина не защищала Крым? Ну, конечно. Когда лежит в обмороке человек, это его грабишь. Наверное, можно упрекнуть его в том, что он не защищался. Наверное. Но мне кажется, это не дело россиян обсуждать эти вопросы. Это внутриукраинский дискусс. А это украинцы обсуждают? Украинцы имеют право это обсуждать. Мы будем, мы жестко будем спрашивать со всех, кто. И это будут все эти дела рассмотрены в будущем, 100%. Но это внутренние дела Украины. Для России, которая ограбила, условно говоря, человека, лежащего в беззащитном состоянии, не должно быть дискуссии на этой деле. Они просто неуместны. Как вы относитесь к идее острова Крыма и отдельного государства? Никаких отдельных государств не надо. Потому что все эти идеи острова Крыма и отдельного государства, они созданы и будут ровно для того, чтобы узаконить де-факто аннексию. Поразгласить ее, допустим, как некоторые говорят, независимым государством. Конечно, независимым государством. Зачистили Крым от коренного населения, который теперь составляет 10-13% от 93%, которые было, заселили переселенцев, людьми, которые не являются там ни коренным населением, ничем. И давайте решать судьбу большинства. Так не будет. Крым будет констатарской автономной республикой в составе украинского государства, где не будут равные права у всех, но Крымской татарм будет гарантированно их права на собственную землю, на ее распоряжение, ее ресурсами, природными и так далее, на восстановление языка, на такие вещи, которые сохранят наш народ. Потому что на грани находится реально такое уничтожение, потому что языка очень мало людей знают. И он же уничтожался, и все уничтожалось. Весь Крым переименован, это все надо вернуть. Это все возможно на защиту наших прав, Крымская татарь, как меньшинства арифметического, но коренного народа Украины и Крыма, она лежит только в русле соблюдения европейских хартий и правах коренных народов. Их может гарантировать только Украина, только Украина стремящийся Европейский Союз. Ни в каком отдельном виде это будет. Просто количественно мы сейчас вас проголосуем, задавим. Нет, такого не будет. Это такой вид геноцида, заселить территорию, а потом распоряжаться хозяевам. Это в 21 веке уже невозможно. Есть фундаментальные права коренных народов, которые будут реализованы раньше или позднее, но в составе Украины и дальше в составе Европейского Союза, и Крымские татары, как коренной народ Европы, он будет иметь все права. Я в этом вообще не сомневаюсь. Но просто все, кто этому противодействует, они будут выглядеть в истории людьми, которых мы видели в музее Яд-Вашем, в одном из последних залов. Это когда уже война прошла, британцы, еще там разные люди сопротивлялись возвращению евреев в Израиль, чтобы там, не дай бог, не поселились. Это бесполезно. Мы настроены решительно, у нас другой родины нет, исчезать мы не исчезнем. В печах нас не сожгут, времена не те. И в России ничего не получится. Это страна без будущего. Она не может позитивного ничего дать своим-то людям, а не говоря про крымс-татар, которые никогда плохо к русским как таковым людям не относились, никаких конфликтов там никогда не было. Но в России как к стране отношение однозначно. Эта страна для нас такой... Мордор. Ну это не мордор, это полноценная империя, которая нас уничтожала. Она уничтожала капитально. Это только последний геноцид 44-го года, когда депортировали всех до одного, и там до 45% погибло в первые три года. В 45-е, вдумайтесь, 10 человек, четверо погибло. А депортировали в основном детей, бабок там и дедушек, вот, и женщин. А до этого досчитывают историки от 5 до 7 волн вынужденных переселений из Крыма в Турцию, в Румынию, выдавливания Российской империи, начиная с аннексии 83-го года, 17-го века. И простой пример только в 60-х годах 19-го века, один из примеров. Спокойно в справочнике я недавно купил в Киеве, не купил, видел на антикварном рынке книжку. Это написано просто, простое предложение. Татарское население Крыма за последние два года, даже не писалось, почему, сократилось с 250 тысяч до 50 тысяч, нормально так, да? На 80% народа выгнали своей земли, и ничего надо. И дальше проживали и поехали. Страна людоеда, она пожирает народу, но наш народ не пожрешь. Мы у нас очень долго пытались проживать, Советский Союз пытался проживать, не получится. Мы из Советского Союза вернулись на родину, и Россия обязательно выгодим из Крыма. Потому что они там не хозяева, они все прекрасно это понимают. Они там жил как примечники, особенно те, кто сейчас туда приехал, вот эти все военные и так далее. Пусть они там ничего не покупают, потому что это все, собственно, незаконно. Ни одна сделка, купленная в Крыму, это чужое все. Там все чужое, они все украли. И поэтому, если кто-то им в Крыму что-то продает, ну, ты можешь отдать деньги на улицу человеку любому. Но это незаконно, по украинским реестрам это ничто, это чужая собственность. Поэтому, как бы сказать, дуракам добро пожаловать, а умным людям не рекомендую. Не ездить в Крыму в оккупированные, не покупать там ничего. Сейчас нормальный мониторинг в последнее время, наконец, долго критиковало украинское общество. Свои спецслужбы и погранслужбы, и все. Сейчас нормальный, более-менее, я смотрю, я так наблюдаю, что как-то система какая-то повелась в работе. Сейчас и будет примерно так же, просто как пример, Азербайджан так работает за посещение Нагорного Карабаха. Они отслеживают, просто как пример. Или Грузия работает, отслеживают, кто бывает в Абхазии. Украина сейчас это все началось, и сейчас очень токсично въезжать в Крым. Во-первых, можно получить запретный вес в Украину, но это как бы ха-ха-ха. И уже, кстати, даже какие-то певцы известны. Да, но это не самое главное. Бог с ними с этими певцами. И когда ты говоришь, что Крым – это Россия, а потом едешь в Украину, и говоришь, что это моя родина, пустите меня. Ничего удивительного, как такие певицы, как Балита Милевская, получают обратный билет. Но это еще только начало балета. И все, кто получили вот этот запрет веса в Украину, громко смеются в России, и что да, мы ездили в Крым, как хотим, Крым – это Россия, и что хотим, то и делаем. А хохлы – это такие недолюди, которые там наплевать. Так вот, сейчас Украина получила безвизовый режим съезд. И это взаимный обмен информацией о людях, которые где-то были, где-то не были, о преступниках, о нарушителях, он неизбежен. Это не линейная такая история. Но постепенно, я думаю, что будут возникать проблемы у людей, которые посещали оккупированные территории, будут возникать проблемы. Это будет не так смешно. Это уже будет не в Харьков поехать, и не в Киев на выходные. Посмотрим. Просто нельзя нарушать законы и думать, что я тебе за ничего за это не буду. За все придется заплатить, в меру того, что это нарушено. Что у вас на кольце написано? Это кольцо моей мамы, к сожалению, уже нет. А это кольцо из Крыма, из раскопок. Кольцо на нем просто написано, что там мусульманская традиционная, не молитва даже, что нет Бога, кроме Бога и так далее. Традиционная вещь. Кроме Аллаха. Ну, это просто перстень. Какой это век? Это, мне сказали, 19 век. Он это настоящий крымский перстень, он очень простой. Вот вообще... И много таких в природе? Ну, не знаю. Ну, просто... Не, я в жизни не носил никаких украшений, я не считаю это украшением. Это для меня просто такая... Связь с Родиной. Какая-то связь с Родиной, да. Мне приятно, видите, перстень, который носили в Крыму столько лет назад. Это так, как я не могу сейчас поехать. У меня там бабушка похоронена, дедушка, родственники. Дядю у меня там похоронены. У меня куча родственников там. Вам въезд запрещен, да? Нет, но я не могу туда ехать. Я же понимаю, что все статьи Уголовного кодекса Российской Федерации написаны таким образом, что в лучшем случае я сяду в тюрьму. Все статьи готовы для этого. А насчет въезд запрещен или нет, это же проверять надо. Проверить это можно только попав туда. Попав туда... Не, ну многие же вот уезжали, украинские журналисты, даже и Крыма родом, и им на въезде говорили нет. Все, больше вы не можете поехать. А у людей там мама, папа. Вот такая Россия. Поэтому никто в России не должен удивляться плохому отношению к России со стороны украинцев или к нам создавателей. Это отношение вполне заслуженное. И я бы сказал, украинцы даже очень добрые. По сравнению с тем, какими они могли бы быть другие люди. Украинцы говорят очень мягкий народ. И Крыма старые очень мягкие народы, очень мирные. Они готовы любого россиянина, в принципе, который нормальный человек, понять и выслушать, и быть с ним на одной волне. Но человек, который приходит на твою землю воровать, убивать, стрелять, ну извините, тут никого браться не будет. А мирные, хорошие люди, к ним никакой фронты, никаких претензий не было никогда. И в Украине сейчас вы можете приехать. Любой нормальный человек найдет друга. Там никто даже не интересует, что ты из России. Так если ты нормальный человек, то общаешься. Ну и, естественно, начинаешь вести себя как свинья. Ну и как к свиньи и относятся. А к нормальному в России, но относится к ним. Спасибо. Еще было бы таких людей побольше. Просто мы видим очень много публичных людей, которые вынуждены встраиваться в российскую ситуацию. И общее впечатление у людей, которые в России не живут, уже это просто ад какой-то. Там массовое поклонение Крымнашу, вот это, путинизм, имперство и так далее. Я-то знаю, просто мои личные знакомые, которые живут не только в Москве. Абсолютно нормальные, здоровые люди, без всего, без вот этого. Но они не публичные, а мы видим публичный спектр. И это омерзительно выглядит. Все эти поучения Ксении Собчак или кого-то еще. Ну это просто, ну это даже не описать, как плохо это выглядит, глазами укороется. Ну лучше вот рта не открывать, если хочешь остаться как бы первичным человеком. Вот так.